11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку про Поляну. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали историю. Мы, точнее, прочитали полностью 12 главу. Сегодня насчет 13 глава. Ну что, поехали. Выйдя из часовни, Поляна направилась не домой, а в сторону Пендертонского холма. И, кстати, я вам тут опять вопросик такой придумал. А у вас вопросик такой придумал я вам опять. Мы для вас в прошлой серии просто вопросик такой задавали. А что вам больше нравится, получать подарки или дарить? И мама написала, что дарить. Ну что, поехали. Это был первый выходной день. Так она называла дни, в которые не должна была учиться, шить или готовить. Который выдался для нее таким безрадостным. И, кстати, я вам тут опять такой вопросик придумал. Боитесь ли вы собак? Пишите цифру 1 или слово «да», если боитесь. Или пишите цифру 2 или слово «не», если не боитесь. В следующей серии узнаем, за какой вариант было больше голосов. А сейчас поехали. Теперь ей надо было как-то успокоиться и собраться с мыслями. И она знала, что еще не утешает ее сейчас лучше зелени и тишины. Пэндлутонского леса. И, несмотря на то, что жаркое солнце нещадно палило ей спину, Поляна принялась быстро разбираться по крутому Пэндлутонскому холму. Раньше, половина шестого, меня дома никто не ждет. Размышляла она на ходу. А мне куда приятнее сделать крюк и прогуляться по лесу. Она уже бывала в Пэндлутонском лесу и знала, как нам красиво. Однако сегодня она обрадовалась лесу больше обычного. Она с восхищением глядела по сторонам и даже на какое-то время забыла о том щемячем чувстве, которое охватило ее при одной только мысли, что завтра ей придется сообщить Джимми Бину печальную новость. Поляна подняла глаза. Среди густых крон деревьев виднелись островки ярко-голубого неба, а в солнце подсвечивало яркую зеленую листву. Жаль, что леди и женской помощи всего этого не видят. Продолжала размышлять Поляна. Мне кажется, если бы они попали сюда, им бы не захотелось так громко кричать, и к Джимми Бину они, наверное, отнеслись бы совсем по-другому. И кто-нибудь взял бы его к себе. Вряд ли Поляна смогла бы объяснить, отчего она так думает, но, тем не менее, она была совершенно уверена, что здесь, в этом лесу, она сумела бы убедить женскую помощь, и та отнеслась бы к сути делу Джимми Бина совсем по-другому. Вдруг Поляна услышала невдалеке собачий лай. Она остановилась и прислушалась. Лай с каждым мигом приближался, и, наконец, навстречу Поляне выскочил небольшой пес. Здравствуй, здравствуй, песик, обрадовалась Поляна. Она сразу узнала его. Это был песик ее незнакомца, мистера Пендлтона, и теперь Поляна с нетерпением смотрела на тропинку, ожидая, когда из леса появится хозяин. Но, к ее удивлению, минута проходила за минутой, а мистер Пендлтон так и не выходил. Она внимательно поглядела на собаку. Пес приводил явные признаки беспокойства. Он-то и дело принимал салвать, скулить, потом он несколько раз убегал по тропинке в ту сторону, откуда появился, и тут же возвращался обратно. Поляна пошла следом за ним. Через некоторое время тропинка раздвоилась. Тропинка раздвоилась. Поляна пошла прямо, а пес побежал в сторону. Но скоро вновь к ней вернулся и жалобно заскулил. «Но я же иду домой», — смеясь сказала песику Поляны и продолжала путь. Тут маленький пес словно обезумел. Он принялся, не переставая носиться между тропинками, взад-вперед, взад-вперед. Теперь каждое его движение воплощало мольбу. Заметив это, Поляна сошла на боковую тропинку и последовала за ним. Пес тут же ринулся вперед. Пройдя несколько ярдов, Поляна все поняла. У подножия толпой скалы неподвижно лежал человек. Под ногой Поляны громко труснула ветка. Мужчина поднял голову, испуганно вскрикнув, Поляна бросил с ног. «Мистер Пендлтон, мистер Пендлтон, что с вами? Вы не разбились?» «О, нет, я просто решил немного передохнуть в этом прелестном солнечном уголке». Ядовито произнес он. «Послушай, ты хоть что-то способна понять или, по крайней мере, сделать что-нибудь путное?» Он спросил это так грубо, что Поляна всхлипнула от обиды. Но так как она привыкла, но обстоятельнее ответить на оба вопроса мистера Пендлтона, вообще-то я пока не очень много знаю и понимаю, да и делать не умею. «Не все, не все, мистер Пендлтон, но все в женской помощи, кроме миссис Роуссон, говорили, что я очень разумная. Я однажды это случайно подслушала, а они не знали, что я их слышу». Мистер Пендлтон невесело улыбнулся. «Ладно, ты уж прости, дитя мое, это все из-за проклятой ноги, теперь слушай внимательно». Он с трудом извлек из брючного кармана связку ключей, сняв один, протянул Поляне. Ну вот и все, мы прочитали половину, мы прочитали половину, мы прочитали половину тринадцатой главы. В следующей серии у нас ждет вторая половина тринадцатой главы. Но это мы уже будем читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур11ТВ. Пока-пока, пока-пока, пока-да.